Наконец-то мы посмотрим с вами мою подборку по второму челлендже Эда, который был посвящен завтракам, и прямо сейчас я начинаю с записи экрана, делаю синхронизацию, и мы идем. Что мы будем смотреть? В общем, в первую очередь я бы хотел сказать, опять же, огромное всем спасибо за участие в челлендже, это очень прикольно, мне понравилось снимать завтрак, можете посмотреть, какая фотка получилась у меня, можете посмотреть, как я снимал этот завтрак, потому что, блин, да, я уже выложил то видео, но еще не выложил подборку, я думаю, что все ждут, попали они в подборку или нет, сейчас я вам это все покажу. Продолжайте участвовать, еще идет у нас челлендж по съемке на 50 мм, на фокусное расстояние 50 мм у объектива, преимущественно, конечно, хотелось бы, чтобы это был фикс 50 мм на фулфрейме или там фиолентное фокусное расстояние 50 мм на кропе, если что, можете зум на 50 мм поставить. Подробнее об этом и во всем смотрите вот в том видео, теперь я буду задание давать по съемке в прямом эфире, чтобы не тратить время на подготовку, съемку, монтаж, лучше я какое-нибудь другое более полезное видео сниму, вот, так что смотрите там и узнавайте все про новый челлендж. Он теперь будет длиться чуть дольше, так как я не успеваю и вы не успеваете и все не успевают, в общем, 1 числа каждого месяца я буду давать задание и, ну, где-нибудь к 21 числу, не 2 недели у нас будет, а 20 дней, к 21 числу нужно уже закончить и все запостить. Я постараюсь к этому моменту уже снять, как я снимаю и за неделю я буду собирать свою подборку для ютюба. В инстаграм я уже завтраки постил, флэтлей, по-моему, еще вообще не постил, сейчас буду, потому что следующий еще мой долг это флэтлей. Короче, я бы хотел объяснить, как я выбираю фотки по челленджу. Прямо сейчас я иду в такую штуку, которая называется Ninja Copy, 605 постов. Так, и смотрите, вот это, это топ, топ 9 фоток. Вот, кстати, смотрите, тут есть несколько завтраков и сколько-то есть уже на 50 миллиметров. И флэтлей. Кстати, вот этого флэтлей я вообще не видел, но потом посмотрю. Короче, в чем смысл? Когда я выбираю фотки по челленджу, я не смотрю на ваши ники, я не смотрю, кто сделал эту фотографию, если я до этого ее еще не видел, условно, да. Я смотрю вот так. Я просто мотаю, выбираю. Ну вот давайте до завтраков домотаем. Долго, конечно, загружается. Ну ладно, до завтраков, наверное, мотать не будем. Ну вот условно, мне нравится. Какая фотография? Ну, во, вот эта крутая фотка. Открываем ее. Тут есть и backstage, еще молодец. Вот, тут написано in subject. Но я фотку выбрал не потому, что это он ее сделал, а потому, что мне фотка понравилась. И поэтому единственная возможность попасть в подборку, это сделать фотку, которая мне понравится. Вот такая вот незателивая фигня. Давайте с вами посмотрим фотки. Это Александр Корт сфоткал. Мне реально нравится. Слушайте, я решил немножко говорить про ваши фотографии, потому что в прошлый раз подборка заняла чуть-чуть 6 минут. Можете там же опять посмотреть ее. Мне так не очень понравилось. Мне нравится разговаривать, что-то вам рассказывать и делиться своим впечатлением. Поэтому я буду немножко говорить. Не про все фотки, сразу скажу. Вот. Александр тут придумал какое-то типа тяжелое утро. Мне нравится идея, мне нравится, что он прям запарился. Немножко по композиции, может быть, можно было снять лучше. Я сейчас сильно вдаваться не буду. Прикольно, что там содранная этикетка. Что-то про нервотрепку, короче, он снимал. Так, это Антона фотка. Ну, просто мне понравилось с точки зрения техники. Есть такие яркие пятна. Такой условно утренний свет. Кстати, странно, что на яйце он не такой жесткий, как вот тут тени. Значит, тут какой-то близко был отражатель. Я бы, может, даже не стал отражатель добавлять. Ну, собственно, завтраки, да, комплиментарная схема цветовая. Мне нравится. Вот. С яичками будет много, сразу предупреждаю. Это естественно, потому что все завтрак понимают так. Я выбирал... О, вот это вот мне очень нравится. Это очень креативно, мне кажется. Причем, ну, завтраки не с точки зрения пищи, а с точки зрения того, что позже, скоро, бла-бла-бла. Вот. Это очень прикольно. Мне очень понравилась идея, это круто. Тут мне понравилось цветовое решение. Такие приглушенные оттенки. Но, конечно, яйцо стоило как-то проявить больше, либо хотя бы просто покрасить вот это вот желтеньким. Потому что так не суперэстетично выглядит. И сразу говорю, что опасайтесь своих отражений в ложках. Кто как любит снимать. Вот. Тут просто ярко и зацепило взгляд вот в такой, видели, да, в маленькой... В маленьком гриде я просто выбирал, и эта фотка остановила мой взгляд. Это вообще прикольно. Мне давно еще понравилось. Такие вариации на тему завтрака. Салатушками. Вот. Ну, тут тоже супер. По качеству, по композиции мне очень нравится. Женя постаралась. Эх, завтрак, завтрак. Где бы таких фруктов-то брать на завтрак? Тоже, ну, в общем, есть просто интересное... В смысле, просто хорошее по исполнению фотографий. Есть интересное. Есть вот диптих, например. Например, завтрак, типа, девушки и мужчины, видимо, я не знаю. Или просто два вида завтрака. Это очень прикольно. Потому что челлендж посвящен тому, чтобы вы переосмыслили его задание. И уже переосмысленное задание сфотографировали. А не просто, типа, сфотографируют завтрак. Ну, взял омлет и сфотографировал его, и все. Ну, это не очень прикольно. Вот. А бывает вот такое. То есть тут прям... Ну, это креатив конкретно. То есть человек придумал идею, что он снимет завтрак, я не знаю, девушки и мужчины. Снял и красота. Ну, тут, типа, фудстайлинг, сердце. То есть технически, может, не самый крутой кадр в подборке. Но тут настолько крутая работа проведена именно с фудстайлингом, вот с этим сердцем. Мне кажется, очень прикольно. Вот. Так. Ну, это мне на самом деле вообще очень понравилось. И по цветам, и по свету. И так тут прям звенит этот бокальчик. И так ровненько подходит лимончик к нему. И комплиментарные цвета. Ну, в общем, огонь. Мне очень понравилось. Очень такая журнальная картинка, мне кажется. Тут просто какое-то супер воздушное что-то, нечто. Я даже не знаю, яйца можно так приготовить или нет. Тоже с неплохим светом. Привлекла внимание. Ну, вот это вообще, это чит просто. У меня в последнее время, я тут снимал недавно так же. И в последнее время у меня вот с этими супер жесткий свет через флаги. Прям очень мне нравится, привлекает всегда внимание. Ну, тут просто забавно. То есть тут и завтрак вряд ли котик это съел. И, ну, завтрака как такового тут нет. Ну, условно. Кроме вот чашечки под яйцо и самого яйца. И котик, и что это. Ну, взгляд привлекла. Ладно, попала в подборку. Это просто огонь, Катя. Ты вообще молодец. Это очень круто. Блин, был бы кто-нибудь в Екатеринбурге, кто такие штуки может придумывать и выкладывать. Можно было бы очень всяко круто их снимать и прославиться. Не знаю. Мне кажется, это очень круто. Если ты можешь придумать серию таких снимков, обязательно придумывай, делай. И это будет очень интересно. Ну, это просто такой, типа, на стиле кофечка. Люблю. Люблю такие фотки. Вот. Наталья тут постаралась. Очень мне нравится. С этой ее белой стеной. Свет очень хороший поймала. При том, что это естественный, естественный свет. Естественный, естественный свет. Тавтология, тавтологовая. Вот. Это прикольно. Ну, такой креатив, типа, с брызгами, с ребенком. И тоже меня зацепило, потому что у меня тоже маленький ребенок, который раскидывает еду. Вот. Это мне понравилось по такому настроению. Она воздушная прям вообще. Еще одна будет фотография, тоже воздушная. Очень прикольно. К сожалению, качество, конечно, у Инстаграма пережимает. Я скачиваю в максимальном возможном. Но все равно. Вот тоже очень по цветам чистая эстетичная картинка. Желтки так бросаются в глаза. Очень красиво. Вот. Ну, тут, типа, завтрак. Ну, и, конечно, меня там включили. Что это? Снимаем завтрак. Как раз уже вышло видео про то, как я снимаю завтрак. И тут еще завтрак. И сам он завтрак ест. В общем, не мог не выбрать, что называется. Ну, приглашенная тона от Милены. Прекрасно. Кофе. Кофе и завтрак. Да. Почему бы и нет. Ну, экшен. Экшен. Интересный цвет. Кофе. Беспрогрешный вариант. Это Виталя. Виталя там, конечно, выкладывал фотку только с балериной. Но мне реально понравилось. Я всегда открываю эти карусельки. И мне вот это понравилось больше всего. Прям. И там завтрак, и тут завтрак. В общем. Завтрак в завтраке, чтобы вы могли завтракать, когда завтракаете. Это в лучших традициях экзибита. Так. Не туда. Во. Еще про животных. Это вообще прикольно. Мне понравилось. Потому что я заикнулся, когда давал задание, я заикнулся о том, что хоть завтрак вашего домашнего животного можете снять. А это как раз девушка занимается съемкой собак. И вот. У нее есть собачки, и она сфоткала их завтрак. Мне кажется, прикольно. Не очень сложно, но взгляд привлекает. И класс. Вот это я не знаю почему. Мы сидели вместе, выбирали еще с Журнаковым. И он сказал, что типа ему не нравится, а мне прям понравилось. И с другой стороны, это челлендж Эда. И чем мне нравится, то я и выбираю условно. Вот. Поэтому я выбрал эту фотографию. Не знаю, чем она меня зацепила. Мне нравится в принципе и по цветам, по настроению, по свету. И вот это. Я люблю разблюренный передний план. Тут может быть чуть больше, чем нужно было. И все. Ну, есть какие-то мелкие детальки. Выглядит интересно. А это главное. Главное, чтобы интересно выглядело. Ну, тут завтрак. Да. Вот тут тоже просто техничная картинка. Не знаю. Ну, это просто не похоже на все остальные. Тут тоже экшен. Немножечко в каком-то в блюре. Я даже не знаю, какой там какая была выдержка и все такое. Ну, вроде какие-то пузырики в резкости. А тут как-то блюр пошел. Не знаю. Выглядит интересно и хорошо. Тут мне тоже понравился передний план разблюренный. Ну, и по цветовому решению тоже такая приятная картинка. Тут тоже комплементарная схема. Ну, и завтрак, и технично свет хороший. Композиция. Все. Прекрасно. Тут опять Стас запарился. В прошлый раз мне понравилось больше то, что на белом фоне. Но тут тоже за старания. Не знаю. Мне кажется, интересно. Технически надо круче. Придумывать, реализовывать. Мне за идеей мне понравилась эта фотка. Технически уже надо что-то еще придумывать. Вот. Тут по свету очень приятно. Такая. Ну, тоже завтрак. Прям. Короче. Завтрак. Вот я выбрал такую тему. Завтрак. И смотрю на все эти завтраки. И думаю, блин, я бы завтра позавтракал так. Вот. Вот это очень круто. Это мне понравилось. Тоже за идею. Вообще пятерка. Потому что очень нетривиально. Вроде тост вылетел типа из тостера. Можно было, конечно, его подрумянить посильнее. Можно было свет получше поставить пожестче. Цветовое решение придумать. Не такое монохромное. Или наоборот. Вот. Во-первых. Хлеб из зелени вытянуть. И вот эту вот зелень приглушить. Чтобы ее совсем не было. В общем, технически можно было реализовать намного круче. Но идея очень прикольная. Меня прям первый раз, когда я увидел, очень зацепило. Тут интересно по цветам. И то, что макароны с помидоркой. Вот у кого-то, видимо, такой завтрак. Вася решил паттернами поиграть. И на разных-разных тарелках. Там можете, если перейдете, у меня в сторис. В эти будут в актуальном. Я соберу опять всю эту подборку. Вот. Можете посмотреть. Подписаться на кого-нибудь, чьи фотки вам понравились. Вот. Не знаю. Мне кажется. Прикольно. Ну, тут сырнички опять тоже. Я хочу сказать, что я буду ужесточать что-ли требования. То есть, фотки, про которые мне сказать особо нечего. Кроме того, что да, прикольно. Типа, молодец. Я, наверное, такие не буду больше брать в подборку. Ну, планирую в итоге, впоследствии брать в подборку только суперкрутые картинки. И это будет большим стимулом для вас выдавать именно суперкрутые картинки, чем какие-то средненькие, да. Люди не понимают, мне не нужен просто завтрак. Мне не нужна просто фотка завтрака. Мне нужно, чтобы это был летящий тост или там, я не знаю, собачья еда в форме дельфина. Вот что-то такое. То есть, это должно заставлять задуматься сначала вас, а потом меня как зрителя. Потому что это на креативность больше нацелен. То есть, все те, этот челлендж, все те фотографии, где я просто говорю, ну, чистенько, типа, хорошо. Это значит, что просто, ну, чтобы не демотивировать людей. Люди старались, люди сделали технически хорошо. Я технический фотограф, люблю чистую картинку, поэтому выбираю все равно их в подборку. Но в идеале, помимо чистой картинки, нужно, чтобы какая-то искра была, чтобы было интересно реально. Я даже про себя не говорю, я в себе пытаюсь это развивать, потому что мне очень сложно с этим самому справиться и далеко не всегда получается. Например, на белом фоне я снял эту макарун на вилке, многим не понравилось, многие не поняли, почему я такое сделал. Но главная задача челленджа, это чтобы вы развивали в себе креативность. Креативность, но вторая, очень важная часть нашего челленджа заключается в том, чтобы постить фотографии, которые вы снимаете. Если вы мало постите, нужно с этим справляться, с креативным блоком, со всем. То есть у вас есть дедлайн, и вы должны себе перфекциониста убить и выложить то, что у вас получилось. Вот на что хватило сил, то и выкладывайте. И это очень-очень важно, не менее важно, чем то, чтобы суперкреативно творить. Поэтому для меня то, что вы участвуете в этом челлендже, это уже показатель того, что вы что-то делаете. Если вы не просто какой-то снэп выложили, типа, а, там, вот у меня завтрак, хлоп, и все, забирай на челлендж в подборку и везде. Нет, если как бы хотя бы технично снято, то уже хорошо. Но впоследствии я хочу, чтобы вы не только технично снимали, но и мысли какие-то, истории рассказывали своими картинками. Вот это же прикольно, заставляет задуматься, заставляет. О чем? Да каждый о своем задумается. Мне кажется, что это какое-то креативное утро, где много чашек кофе уже выбито. Или, например, выбито не очень много чашек кофе, но так часто, типа, отпивали и ставили, что вот много кружков наделали. А может быть что-то еще. И для каждого это свое, я не знаю. И это интересно. Это реально прикольно. Саша Вагнер замутил прикольную штуку. Единственное, только мы обсудили тоже с Журнаковым, что кадрирование очень непонятно. Самое крутое, что есть в этой картинке, это то, что запарился, сделал уровень выжатого апельсина. И нужно было вот так вот кропнуть, чтобы у нас был акцент на выжимание апельсина и крупнее, чтобы была внутренность видна. А идея очень прикольная. Я такого не видел. Это просто технично и вот жесткий свет мне нравится. Тут позапаривались над композицией. Но тоже как бы идея не супер крутая, но интересно хотя бы посмотреть, что разложили, как разложили. Заставляет задуматься. Ну и тоже композиция завтрака просто. Вот. В общем, все эти фотографии я соберу в подборку в Инстаграме. Тут, может, тоже сделаю. Ну вот. Теперь как-то, как-то, видимо, так будет. Я не знаю. Это такой формат. Напишите, пожалуйста, в комментах. Вам нравится, когда я обсуждаю фотографии или вам нравится, когда просто подборка? Напишите. Мне интересно. Длинное видео получится. Ну и ладно. И тут я не подписал. Если видите, сверху, слева подписи, вот зелененькие, вот эти, вот эти вот. Это ник в Инстаграме. То есть, если вам кто-то понравился, можете выбрать. Кстати, некоторых я выбрал. Благодаря тому, что я выбираю фотографии вот таким гридом, не зная, чьи это фотографии абсолютно. Я выбрал, например, вот Анастасии Стасюк, две фотографии и кого-то еще. Во. Ирина Фудлайк, тоже две фотографии. Потому что люди, во-первых, выложили за время, отведенное на челлендж, не одну фотографию, а больше. А во-вторых, мне эти фотографии остановили мой взгляд. Я их выбрал. Не то, что я там знал, что это Ирина. И мы вообще, по-моему, с ней не очень знакомы, поэтому. То есть, если вы хотите развиваться, пожалуйста, участвуйте в челлендже. Текущий челлендж 50 миллиметров, съемка на полтинник. В следующем видео, скорее всего, выйдет подборка по флотлею. Я хотя бы с долгами разберусь. Потом мне надо будет срочно что-нибудь придумать и снять на полтинник. Рассказать вам, как я это сделал. И собирать уже подборку полтинника. И в июне я сдам все долги, и мы начнем фигачить все нужные видео. Ох, господи. Как-то так. Все, спасибо всем за внимание. Пока.